Здравствуйте! И снова с вами Домашний Очаг. Наверное, именно в этом году всем и взрослым и детям хочется сделать что-то доброе, хорошее и необычное, касающееся самого дорогого и родного в нашей жизни семьи. И не случайно героями нашей программы становятся те, кто дорожит не материальными ценностями, а простыми человеческими чувствами, заботой о близких и безграничной любви к ним. Сегодня мы представим вам семью Шаляпиных из поселка Осиновый мыс. Эта фамилия славится в районе не только из-за разнообразных коллекций нарядной и праздничной одежды, но и крепостью духа, царящего в их уютном гостеприимном доме. У нас глава, конечно, Шаляпин Игорь Оликович, по совместительству мой муж. Дети, с младшей начнем. Младшая Настя Шаляпина, учится в пятом классе, ей 11 лет, и Лариса Шаляпина, выпускница, 11 класс, 16-17 лет девочки. Надежда и опора. Ну и я сама себя, наверное, представляю. Шаляпина Ирина Владимировна, жена и мама семьи Шаляпины. Игорь занимается бизнесом, Ирина – педагог дополнительного образования, а родилась эта семья в поселке Осиновый мыс. Все 18 неразлучных лет они помогают друг другу и в беде, и в радости, и в домашнем хозяйстве. Игорь, несмотря на занятость, добрую половину своих обязательств всегда старается выполнить в срок. Хозяйство – это просто сложно. Без драки не проводят, как можно сказать, без боя. Я скажу, что мы чтобы всегда разделились. Дом мое, улица твое. Это же понятно, само собой чисто. Это само собой разумеющееся. Да, все, что в доме – уборка, это женская половина. Да, практически помощи моей нету. Нет, а все, что на улице – улечая огород. Да, да. То есть огород тоже у вас? Нет, нет, на нем, ну, допустим, если грядки опали, между грядками – он. Между грядками, что там есть, тоже пропадают. Ирина, как и любая мама, бывает строга к дочерям. Но это так, больше для порядка. Этому важному правилу дети обучены с раннего детства. А строже, мама или папа? Ну, так сказать, разу нельзя. Не-не, ты скажи, что мама. Говори, мама, папа денежку подкунает. За кого-то уедение. Хорошая родительница. Ирина еще с детства обнаружила в себе талант к кройке и шитью. Во времена перестройки это ремесло послужило хорошим подспорьем в семейном бюджете. Принимала заказы и шила модницам одежду на дому. Вы мужу что-то сшили? Да, было по молодости, да. Да, когда у нас… По молодости. Да. Когда у нас были времена вот эти тяжелые, когда нечего было купить, да, я шила рубашки. Перестрочные, конечно. Да, брюки шила. Да, и носил, ты же носил. Кажи, носил. Я же старалась себе на рубашке складочки там делать, все красивенько отстрачивала. Защипки. Если бы этого не было, то нечего было и носить. Да, конечно. Ну, а сейчас, как сейчас вы не пытаетесь что-то такое придумать, такое своеобразное. Почему? Только для себя. Да, не, 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 не за этого. Нет, просто стало, появилась возможность взять. Взять. Сейчас же очень много… Да не столько оно дешевле. Просто появилась возможность, что можно есть хорошие торговые марки, где можно зайти и просто одеться. Имея большой опыт за плечами, Ирина решила не останавливаться на достигнутом. Идея, пришедшая в голову, была неожиданная. И чтобы она стала реальной, пришлось хорошенько потрудиться. Около трех лет Ирина руководит детским объединением «Модный силуэт». Началось все с того, что в школу я пришла к тому, что там только машинки вот эти еще ручные, с ручными приводами. Не было хороших утюгов, ну, вот такое все прочее. Ну, сейчас с годами, конечно, не сразу, надо сказать, нужно было много, очень долго времени отработать, чтобы хоть какая-то база вот появилась. Да, сейчас вот у нас, я могу похвастаться, у нас теперь в школе верлок электрический, хороший. То есть у нас запросто можно уже… Ну, девчонки приходят, что это уже как мастерская. Шесть импортных машинок уже, конечно, с электрическими приводами. И они импортные, понятно, они белошвейки машинки хорошие. То есть вот когда теперь уже появилась база, вот тогда и появилась у нас, и коллекции пошли. То есть есть на чем хорошо обработать вещи. Есть на чем сшить. И слава Богу, вот Центр Докторного Образования, они нам всегда помогают, деньги нам выделяют на коллекции. Есть у нас и частные лица на одну коллекцию, но вот просто поздним случаем я хочу сказать большое спасибо Садовниковой, Юри Станиславовне, за то, что она нам проспонсировала нашу коллекцию «Маленькая барна». Вот не знаю, даже вот меня в лицо, она просто вот так вот дала денег, вот пожалуйста, и вот мы уже на день учителя, вот старшие девочки на младших шили коллекцию «Маленькая барышня», там было семь плачев. Большое ей спасибо, спасибо, что есть у нас в районе такие люди, которые понимают проблемы наши, понимают проблемы детей, и что вот так вот ни за что можно сказать, вот раз и дала, вот на, вот пусть девчонки шьют. Спасибо большое. И теперь без работы на дом не обходится, да и дочерям хочется стильную обновку смастерить. Вечерами уставший на работе глава семейства на стук швейной машины реагирует по-разному. На настроение плохое, реакция плохая, отрицательная. Скажи, что тебе никогда не нравилось, ты же всегда ругаешься. Я не знаю, по крайней мере, понятно, что отвлекает. Если я ночью стучу, он не говорит, опять стучишь. КОНЕЦ Это представление коллекции «Зимушка хрустальная» в Багучанском центре дополнительного образования детей, благодаря которой Лариса стала дипломантом по итогам конкурса «Кружковец года». Причем дипломант она уже дважды, но продолжить мамина дело Лариса пока не настроена. В будущем видит себя студенткой строительного факультета одного из красноярских вузов. Младшая Настя – само противоречие. Про определенность еще и говорить рано. Точно можно сказать только одно – она обожает животных и Барби со всем ее семейством. Для них она как маленькая мама обеспечивает и заботу, и уход, и купание. Мне нравится играть ими, одевать, там, прически делать. А мама какое-то имеет отношение к одежде? Шьет мне одежду. А что она уже шила? Что есть в коллекции? Станишки, кофточки, платьишки, спортивный костюм, полдом и шапочка. Кроме шитья у Ирины еще масса увлечений. В доме Шаляпиных не одна коллекция – статуэтки, слоники, тарелки. У каждой вещицы есть и своя история, и страна-производитель. Несколько экземпляров – подарки друзей и родных. Остальные – собственные приобретения. Чисто кожа натуральная, как быска, шляпа. Это же у нас под эту шляпу еще есть акваяж коричневый тоже кожа. Это что? Что? Я же думала, у меня муж на верблюдах будет кататься. Но пока только для выступлений. Еще Ирина хранит награду и гордо носит звание самой талантливой мамы. Подобных грамот великое множество. Все бережно хранится в толстой папке. Ирина Владимировна – потомственный педагог. Многочисленная родня, живущая в районе учителя. Родная сестра Татьяна и мама Галина Ивановна – преподаватели с огромным стажем, многие годы дарившие детям знания. Сейчас Галя, так ласково называют маму, дети и внуки, на заслуженном отдыхе и занимается с внучками домашними заданиями. Что говоришь, пятерка, четверка получила. Молодец. Недавно семейство Шаляпиных закончило ремонт, длившийся около трех месяцев. Дети жили у бабушки, мама и папа ютились в летней кухне. Обычно неприятный для всех ремонт этой семье доставил не столько проблем, сколько удовольствий. У девочек появились собственные апартаменты со всеми поплатившимися фантазиями интерьера. У Игоря и Ирины сбылась мечта. Излюбленное место в любой квартире – кухню – украшает хранитель домашнего очага – камин. А дом стал еще уютнее и еще гостеприимнее. Квартира, конечно, была стандартная. И, наверное, я его называла, когда что встретился, архитектор Минди Собаль. Да, это он. А уже, что касаемо архитектор Минди Собаль, у нас был папа. А вообще, как бы, началось с того, что детям нужно было каждую отдельную комнату. У нас была одна спальня. И, конечно, это все родные дети делают. Мы разделили зал, пополам, чтобы у детей была отдельная комната, потому что, видите, разница в возрасте большая. И интересы у них разные абсолютно. И вот родные детей, конечно, сделали мы им разделили комнаты. И дальше доработали, там, нужно было кабинетик, где шитьяльни. И нужно было, как бы, отдельно и самим спальню. И, как бы, маленько усовершенствовать весь свой быт. Если и вы хотите сделать ремонт в собственном жилье, но не имеете такового, наша рубрика «Консультации специалистов» подробно расскажет о том, как и на каких условиях его можно приобрести. Гость нашей студии сегодня – представитель Краевого фонда жилищного строительства, руководитель Богучанского ипотечного агентства Василий Соседов. Здравствуйте, Василий. Что вы можете, в общем, рассказать нам о ипотечных кредитах? Здравствуйте. Я бы хотел рассказать о выдаче ипотечных кредитов под залог жилья. Что такое термин «молодая семья»? Как обычно, это обиходное название. Молодые люди недавно поженились, ну, как правило, лица до 35 лет считают себя молодой семьей. Это то, что в обиходе. Для нас же, по нашей программе, через Красноярский кривой фонд жилищного строительства, мы используем маленько другой термин. Мы признаем молодую семью, которая признана таковой в установленном законном порядке. То есть, молодая семья обращается в орган местного самоуправления по месту жительства и просит выдать им сертификат о признании таковыми. Данный сертификат мы рассматриваем как сумму собственных средств на приобретение жилья. То есть, здесь почему как сумму собственных средств? Дело в том, что кредиты вообще предоставляются не в стопроцентной форме от купли-продажи, а максимум 90% от стоимости приобретаемого жилья. То есть, если квартира, опять же, утрирована, стоит миллион рублей, вам дадут максимум 900 тысяч. Вот этот сертификат по программе «Молодая семья» идет с денежным эквивалентом. То есть, он равняется определенной сумме денег. Кому-то этой суммы вполне хватает приобрести жилье, кому-то не хватает. То есть, брать, допустим, «Богучаный», «Таежный». У нас тут цены, соответственно, повыше. Данный сертификат мы принимаем вместе с пакетом документов на выдачу положительного решения в кредитном комитете. И потом все, человек оформляет субсидию. Это как бы идет субсидирование. Человек оформляет данные бумаги, приобретает жилье, и ему как бы наличкой вот эти деньги не надо отдавать продавцу. То есть, здесь вот этот момент озвучил. Теперь вообще о работниках бюджетной сферы. В законе законодательное собрание приняло у нас закон о субсидировании работников бюджетной сферы, о субсидировании именно процентной ставки по кредитам. Кто такие бюджетники у нас подразумевается в соответствии с этим законом? То есть, это лица, которые получают свой доход из местного либо краевого бюджета, а также это муниципальные служащие и государственные краевые служащие. Государственные служащие, точнее, Красноярского края. То есть, у них субсидия рассматриваются как бы различно. То есть, здесь первое требование. Человек должен работать в бюджете, получать заработную плату из соответствующего бюджета местный или краевой. Нуждаться в улучшении жилищных условий. Идет определенная квадратура общей площади жилья на человека. А имеют ли работники бюджетной сферы какие-то льготы или, скажем, привилегии? Здесь в чем, скажем так, особенность. Чем больше у бюджетника детей, тем больше у него и субсидия. То есть, бюджетный работник, неженатый, без детей, получает субсидию минимальную. То есть, одну четвертую. А, к примеру, бюджетный работник, имеющий двух детей, состоящих в браке, уже получает две трети субсидии. То есть, эта субсидия идет именно на процентную ставку. То есть, если вы, к примеру, ну, так, аморфно, возьмем 14% годовых процентную ставку. То есть, если у вас субсидия, допустим, одна вторая, то у вас фактически будет приблизительно 7% вам будет в виде субсидий. За вас будет проплачивать край бюджет. Ну, в общем-то, как бы и все. Почему бюджетников мы как бы берем кредитованию? Дело в том, что данными нормативными актами субсидирования вообще работников бюджетной сферы Красноярский краевой фонд наделен полномочиями по приему и рассмотрению документов на субсидию. То есть, это все оформляется через Красноярский краевой фонд жилищного строительства. Документы, конечно, предоставлять лучше лично, чем направлять их по почте, потому что там вы с работниками отдела субсидий что-то им объясните, переговорите, ну, чтобы понятнее было и быстрее так получается. Можно ли озвучить перечень всех необходимых для оформления ипотеки документов? Перечень документов следующий. Оформление вообще кредита, либо займа на приобретение жилья. То есть, это паспорт, все листы. Если супруг идет с заемщиком, то и пакет документов на супруга тот же самый собирается. Это паспорт, ИНН, водительское удостоверение. Если водительского нет, то это справка от нарколога и психиатра о том, что человек на учете не состоит. Пенсионное страховое свидетельство, документы об образовании лица, копия трудовой книжки, заверенная работодателем. Справка о доходах, либо по форме фонда. По нашей форме, либо по стандартной форме, это 2 НДФЛ. Вообще, консультацию можно получить в селе Богучаны по улице Октябрьской, 130, офис 23. Это вот там, где мы располагаемся. Это относительно ориентира Дома молодежи. Это вот где третья школа. И телефон наш сотовый 8-902-919-9713. То есть звонить можно в любое время, ну, конечно, в разумное только, опять же. Василий, скажите, а появились ли какие-то новые услуги или изменения в условиях ипотечного кредита? У нас с марта месяца начинается финансирование следующих кредитных продуктов. Это продукт ремонтный, то есть можно взять кредит на ремонт жилья своего там или второго своего жилья. В данном случае здесь дают максимум 70% от рыночной стоимости закладываемого жилья. То есть, если, допустим, у вас имеется свое жилье, мы ее оцениваем, смотрим, сколько вам на ремонт надо. Может, там больше, меньше. Может, вы в какую-то уже сумму определились произвести ремонт дома. Но максимум это 70% от рыночной стоимости. Что касается кредита на строительство жилья, то есть здесь также первичный этап – это залог имеющегося жилья. Здесь необходим договор подряда, либо договор долевого участия в строительстве. Сначала закладывается ваше имеющееся жилье, потом, когда вы возводите свой дом, либо квартиру приобретаете через долевое участие, обременение с вашей квартиры снимается и переходит уже на вновь построенное или вновь приобретенное. То есть здесь сроки кредитования по продукту ремонтному 15 лет максимальны, на строительство 25 лет максимальны. Спасибо вам за консультацию. Надеемся, что наша рубрика поможет вам решить квартирный вопрос. В своих прошлых программах мы рассказывали в основном о прикладном творчестве наших земляков. А сегодня представим вам ребят, которые все свое свободное время танцуют в ансамбле, образовавшемся в июле прошлого года. Приготовились, ручки приготовились. В доме подтянулись, растем ушками и так улыбнулись, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. С такой разминки начинается каждое занятие для ангарят. Маленькая Соня старается не отставать от старших ребят. Ей, как самой младшей участнице ансамбля, не все удается сразу. Чему ты здесь уже научилась? Я гномиков танцую. Сегодня в ансамбле задействовано более 60 ребят. За полгода работы ангарят балетмистером Ириной Мирошниковой создано уже пять постановок. Постановки различные. И народные, и эстрадные танцы. То есть то, к чему сейчас пока дети, ближе всего. Очень рады за ребят, которые вышли на сцену, попали туда через свой труд. Они доказывают, что не могут там стоять. Хотя этот срок небольшой нашего существования еще как бы не оправдывает то, что мы уже можем работать на большой сцене. О коллективе я узнала от своей подруги, которая пригласила меня в этот коллектив. И я пришла на первое занятие. Мне очень понравилось. Раз, и два, и три, и четыре. Понравилось потому, что следуя доброй традиции гостеприимства, ребята всех нов прибывших душевно принимают свой коллектив. А кроме этого сложилась добрая традиция у участников ансамбля – приводить сюда своих друзей. Я хотел сказать большое-большое спасибо Ирине Дмитриевне нашему, педагогу хореографического ансамбля «Ангарята», что она меня сюда пригласила, сюда потанцевать. Я сначала занимался в детской школе искусственной хореографии. Ну, Ирине Дмитриевне там не хватало в танце одной пары. И она меня решила пригласить, ну, а дистанцевать. Ну, я начал заниматься, ну, так дальше и дальше. И мне здесь очень нравится, так, друзей новых все нашел. У меня радость такая, огромное желание танцевать и удовольствие. Танцую уже я полгода. Ой, ну, как бы на сцену, когда выходишь, так страшно после танца. Вот, вдруг что-то неправильно сделал. Вот, например, когда мы первый танец танцевали, называется «Укупала». Вот, я когда выходил на колесе, запнулся. Ну, старался танцевать так хорошо. Волнения такие были. Тебе, лично для тебя, что дают как занятия? Занятия. Ну, например, когда кто-нибудь меня просит, ну, спляши, покажи, как ты умеешь. Ну, вот, то, что я научился здесь, то, что я и показываю. Тебе в жизни это пригодится, ты думаешь? Конечно, пригодится. Ну, каким образом? Не знаю, например, у кого-нибудь день рождения, и есть гармошка у кого-нибудь. Ну, можно сплясать. Мама спеучила. Мама один раз сказала, давай, Настя, пойдем в музыкальную школу, в танцующую школу, чтобы танцевать и выступить. Ну, так ты оказалась здесь, да? Да. Ты пришла, тебе понравилось. Выступала уже? Нет. Благодаря ансамблю у ребят есть возможность направлять свою неуемную подвижность в позитивное русло, а у балетмейстера заражаться бесконечной энергией детей. Мне дают самой очень много, столько эмоций и столько желаний творить, работать, чтобы получился что-то у нас большое, красивое, стоящее. В работе коллектива существует шкала роста и профессионализма, по которой младшие ребята равняются на старших и стараются добиться отличных результатов. Не все удается сразу, редко обходится без травм и падений. Чуткий хореограф всегда окажет поддержку и понимание. После такого сочувствия дети быстро приходят в норму, вытирают слезы и снова готовы встать в строй. Нам, в принципе, очень сразу понравилось, потому что коллектив здесь хороший подобрался, дети приходят сюда и играют, и занимаются, проводят какое-то время, появляется ответственность, что надо ходить на занятия. Дома показывает нам, какие он учит упражнения, какая разминка, какие танцы. Конечно, когда было первое выступление у нас, все семьёй пришли посмотреть на нашего ребёнка, и было ему очень приятно, и нам было это очень приятно. Работать одному хореографу в коллективе далеко не легко, и без помощи коллег по цеху не обойтись. Поэтому нам помогают очень много взрослых, умных, умелых профессионалов. Это, конечно же, костюмер Надежда Гавриловна. Мы обращаемся за помощью при создании костюма к нашему художнику, который работает в Доме культуры, Елене Тобыловой. При их умелом, добром отношении и содружестве таком у нас создаются красивые, мы считаем, костюмы. За короткий срок существования ансамбля костюмер Надежда Учаева изготовила около 70 костюмов. Работу существенно осложняет отсутствие помещения, где можно было бы шить. Он предлагает вначале Ирина Дмитриевна, какие-то эскизы помогает, иногда художник дорабатывает, и потом уже в процессе работы мы еще что-то добавляем, что-то там корректируем. Название «Ангарята» для богучанцев не ново. Ранее уже существовал ансамбль с таким же именем. В коллективе долго ломали голову. Как же назваться? Получить согласие Левтины Петровны Сорокиной, которая когда-то была руководителем коллектива «Ангарята», мы решили это название оставить себе, потому что «Ангарята» – это дружный отряд ребят, которые проживают на берегах Ангары и которые любят, объединены любовью к танцу. Наш ансамбль «Ангарята»! Дина, мы хотим вручить вам от нашего ансамбля замечательную краску. Спасибо вам большое, ребята. Нам очень приятно. Теперь будет у нас жить в домашнем очевидце. Мы будем вам все время показывать. Спасибо. 19 февраля в редакции нашей телекомпании раздался звонок. Позвонил мужчина с просьбой разместить объявление в бегущей строке о том, что найдена собака неопределенной породы. Вместо объявления мы предложили ему показать животное в нашей программе с надеждой на то, что, может быть так, хозяин найдется быстрее. Где-то в первом часу ночи я услышал, что на площадке, на лестнице, кто-то у меня, я на втором этаже живу, скребется. И, ну, типа как визжет собачка. Открываю дверь и вот это вот с поводком заходит ко мне прямо в хату. Ну, смотрю, он на ней ошейник, хороший ошейник, все, хвоста нет, купированный. Он сначала боялся, ну, типа шугался там, все. Потом привык, уже ночью, когда легли спать, он просто со мной запрыгнул ко мне на койку. Я пытался его сгонять, а он опять приходил, ложился. Конечно, домашний счет, она чистая, хорошая собачка. Ласковый, играть любит. Сегодня все утром за нас с работы приехал. Допрашиваем его, как тебя звать, что ты откуда-то. Хорошая собачка, ну, не знаю, кто-то, наверное, ищет, конечно, едет. Тут по соседям походил, поспрашивал, нет такой, нет ни у кого. Кто-то, может, вот увидит, хозяин кто-то увидит, я не знаю. Пускай придут в адрес, знают, Беринск, 18, квартира 4. Богучанам, ну, ясно, что здесь, никто ее ни от куда не привез. Пускай заберут. Я знаю, что собаку потерять. Вот, я говорю, сейчас Кузев своего потерял, я аж плакал. Честное слово, я плакал. Судьба проклятая, планета строгая, Но все же есть лохматая, хвостатая, четвероногая. И в честь, хоть распаду, не отвлекну Бога, А позову лохматая, хвостатая, четвероногая. И, как всегда, на прощание рубрика «Детская неожиданность». При подготовке нашей прошлой программы мы обратились в детский сад номер 4, коллектив которого с радостью откликнулся на наше предложение. Но, к сожалению, из-за ограниченного эфирного времени мы не смогли сразу показать всех героев, рассказывающих нам о любви. Сегодня мы предлагаем вам не обычный рассказ, а шуточные частушки и песни в исполнении маленьких артистов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok